Грязь, на которую в жизни мы не обращаем никакого внимания, может помочь нам не только улучшить свое самочувствие, но и выглядеть моложе и привлекательнее. Но с небольшой уговоркой, грязь должна быть не обычной, а целебной. Сегодня в программе «Красивая жизнь» мы поговорим о процедуре, которая набирает все большую популярность среди дам – грязевое обвертывание. Для того, чтобы попробовать эту процедуру, мы приехали в салон красоты «Космо Бьюти». Начали мы с пилинга, да, мы брали в пилинг, у нас входил сахар с кремом, наносится на кожу массажными движениями, чтобы втиралось, чтобы кожа у нас очистилась от пор и разогрелась, то есть поступило кровообращение на все части тела. После чего мы стирали ее сухим полотенцем, так как сахар, он, крем впитывается, сахар отсыпается, тут влажную процедуру нельзя делать. Наталья, на этом пилинг завершен, и мы можем переходить к грязевому обвертыванию, да? Да, но сегодня будет не просто грязевое обвертывание, а будет грязь, смешанная с шоколадом. Очень вкусно. После пилинга мы нанесли грязевую маску, наносили ее тонким слоем, достаточно, в принципе, 30 грамм на тело человека. Толстым слоем наносить ее нежелательно, не рекомендуется, так как смывать ее будет очень тяжело. В состав маски у нас входила грязь, ну не просто грязь, у нас добавление было шоколада, что это больше способствует для успокоения человека, для лучшего кровообращения. Так как шоколад, мы знаем, дает нам иммунности, радости, да, гормоны радости, вернее. Наталья, есть какие-то противопоказания к этой процедуре? Противопоказания есть только беременным женщинам и, соответственно, людям, не переносящие какие-то компоненты, исходящие в эту грязь. А как понять, какие компоненты туда обходят? Нужно предварительно в интернете посидеть? Нет. Вообще в грязь, да, в состав сама вот эта лечебная грязь входит, но если с добавками, например, вот как с виноградом, с шоколадом, если у кого-то есть на шоколад, на виноград, конечно, уже им нельзя. А просто грязь нельзя беременным. Грязевое обертывание богато свойствами, благоприятно влияющими на кожу человека. Такая процедура нейтрализует токсины, расширяет поры, выводит шлаки, подтягивает кожу, обладает бактерицидным действием. Косметические фирмы выпускают разнообразные виды натуральных грязей с различными добавками, травяными и фруктовыми, улучшающие их свойства. Любая, в общем, грязь, она имеет одно и то же свойство. Просто, например, шоколадная, она более усилена на расслабить человека, придать ему какое-то настроение. А грязевая уже, соответственно, кровообращение, улучшение кожного покрова. А виноградная, она более идет для зрелой кожи, желательно против морщинок. Специалисты советуют проходить процедуру грязевого обертывания раз в неделю. Только в этом случае эффект будет заметен. Теперь, после того, как мы нанесли грязевую маску, мы заворачиваем вас в пленку. Накрыли полотенцем и пледом. Это вполне достаточно. То есть не обязательно накрывать термо-одеялом, потому что температура должна при этой маске сохраняться всего 45 градусов. Для того, чтобы грязь с шоколадом подтаяла и хорошо впиталась в кожу человека. А пролежать она должна под термо вот таким вот. Ну, скажем, термо-одеяло тоже у нас получилось за счет пленки. Должна она пролежать всего 20-25 минут. После грязевого обертывания обязательно наносится крем и делается массаж. Но это уже останется за кадром. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!